МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит петерка! Наша уникальная территория для школьников снова с вами. У нас последняя отборочная игра нашего киндер-сюрприза. Турнира для самой младшей нашей возрастной группы. Пока самой младшей. Нижняя возрастная паночка, 5-й класс, верхний, 7-й, 5-й, 6-й, 7-й класс. Вот такой у нас киндер-сюрпризик. Последняя отборочная игра у нас Светлогорск. Они справа от меня в красных шарфах, наши гости. Против Гомеля. Они слева от меня в синих шарфах. И снова вы их приедете. Должен сказать, что Светлогорск, которым твердо рулит Данил Хальчиня, эта команда занимается в Центре творчества и темы молодежи Ювента. И работает с ней Ирина Викторовна Сафонова. Очень хороший человек. А вот с синими шарфиками, которые происходят из 46-й гимназии, с питомцами Паскаля, работает Светлана Сергеевна Семерная. Тоже очень славная женщина. Итак, 46-я гимназия против Центра и Венто Светлогорска. Последняя отборочная игра Данил. Я думаю, вы смотрели наши предыдущие игры, поэтому вы знаете свою задачу. Обойти питомцев Александра Вороненко из 61-й школы и Вадима Лосева из 19-й. У 61-й 180 очков набрано, у 19-й аж 190. Данил, я понимаю, вам нужно их обогнать. Тогда вы в финале. Если нет, тогда эти две гомельские школы разберутся между собой. И ведущий будет говорить, что опять у нас гомельское дерби. Итак, все, внимание, начинаем мы, как обычно, с низкого поклона гомельскому областному исполнительному комитету и телерадиокомпании Гомель, которая, собственно, организует и поддерживает нашу уникальную телевекторину. Блег, игра. Я обращаюсь к капитану Синих, Алексею Пикасу, самому младшему сегодня в студии, пятый класс. Капитан, Леша, кто идет у вас на Донетку, на блед игру? На Донетку у нас идет Вера. Вера, хорошо, Вера, приготовьтесь. Даниил, кого вы отправляете в бой? У нас пойдет Настя. Вера против Настей, вперед! Проверим женскую интуицию. Итак, нужно выжать кнопочку и сказать «да» или «нет», потому что я могу говорить правду, а могу говорить немножко «лукадя». Итак, внимание. Верите ли вы, что первый самолет полетел в США? Настя? Верю. Да, братья Райт запустили первый самолет в 1903 году. Верите ли вы, что средневековые рыцари были выше наших современников? Верю. Напрасно. Акселерация. Слышали такое? Так что сейчас средневековые рыцари были примерно по плечу Даниилу нашему. Верите ли вы, что батаги применялись для наказания? Ну? Верю. Да, это такие палки, больно очень били. Верите ли вы, что на флаге Рима был орел? Да. Не верю. У Рима флага как такового и не было, то вы правы и правильно, что не верите. Верите ли вы, что по правилам приличия цветы можно дарить анонимно? Фальстарт, у вас за этим очень строго следит наш электронный судья, у Насти есть шанс. Верю. Да, цветы, правила приличия позволяют дарить анонимно. И очень неплохо Настя отработала. 20-0. Хорошо, Светлогорск заявился. Переходим к дуэль игре. Следующий бой. Итак, внимание, дуэль игра. Прослушайте темы дуэль игры и решите за 5 секунд, кто какую тему на себя готов взять. Внимание. Темы. Первый бой – наша Беларусь. Второй бой – все цвета радуги. Третий бой – в мире животных. Четвертый бой – общее слово. Он уже полюбился нашим игрокам и зрителям. И пятый бой у нас музыкальный. 5 секунд у вас. Решайте. Итак, время истекло. Время истекло. Все, решили. И даже 46-я гимназия питомцы Паскаля записала, чтобы не забыть. Правильно. Лучше мозги освободить. Итак, внимание, наша Беларусь. Алексей, кого отправляете в бой? На нашу Беларусь я отправляю Влада. Влада. А кого отправляет Данью? У нас пойдет Ира. Итак, Влад против Иры. Вперед! Влад! Поехали. Это здание на проспекте независимости в Минске называют «Алмазом». Библиотека. Национальная библиотека, вы правы. Первые пять очков приносят своей команде. Это белорусское название праздника летнего солнцестояния. Да? Ну, что летом празднуем? Три, две, одна. Прошу, Ира. Третье июля. Третье июля, да, празднуем, но он не приходится на летнее солнцестояние. А это праздник Ивана Купалы. Слышали, наверное. В этом городе на Гомище находится белорусский металлургический завод. Что же за город такой севернее Гоми? Это город Жлобин. Теперь вы это знаете. Поздно, поздно, поздно. Я начал комментировать. Извините, извините, извините. Продолжаем. Этот белорусский писатель по имени Владимир написал книгу «Земля под белыми крылами». Великолепная книга, да? Владимир Короткевич? Браво! Медаль его имени. Первая медаль в независимой Белоруссии. Что же за знаменитый человек такой старинный у нас в Белоруссии? А зовут его Франциск Скорына. Медаль Франциска Скорыны была первой в низовой есимой Белоруссии. 5.25. Мы играем следующий бой. Все цвета радуги. Алексей, кто готов у вас? У нас идет Вера. Вера. Великолепно. Это ее второй выход. У нас больше двух раз к стойке не выходит. Даниил? У нас пойдет Даша. Даша против Веры. Вперед! Вера! 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 Владимир. Владимир. Браво! К западу от корейского полуострова такое море. Да? Красное. Красное немножко к востоку. Прошу вас. Синее. Синее. Нет такого моря на полете. Желтое на самом деле. Этот герой песенки был зелененький. Ну совсем как огуречек. Да? Кузнечик. В траве сидел Кузнечик, конечно же. Так звали девочку с голубыми волосами. Мальвина. Мальвина, вы правы. Этому цвету, более теплому, чем фиолетовый, дали имя «Цветущие кусты». Фальстарт у вас. Очень строго за этим следит наш электронный след. Какие же цветы, вернее, кусты у нас в мае такие красивые, чуть-чуть теплее, чем фиолетовые цветут? Итак, цвет? Сирень. Сирень. Сирень, вы правы! После нашей цветной темы счет стал 20-35. Уже веселее. Гомель немножко так въехал. Что-то он боится, по-моему, светлогорцев. Серьезные ребята. А мы играем следующий бой. Такси, пришла пора темы в мире животных. Кто? Иду я. Отлично, Леша, мы вас ждем. А Данил? У нас пойдет Настя. Итак, Леша против Насти. Вперед! Леша! 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 Барана! Он смотрит, как баран на нового рода, да! И заканчиваем. Этих птиц любят посчитать ротозии. Ворон! Ворон считает! Блестящая игра! Алексей Пикус. Леша! 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 И капитан выводит свою команду вперед в 45-35. Мы играем в следующий бой. Передохнул немножко капитан Синих, питомец Паскаля и Светланы Сергеевны. И сейчас назовет игрока, который пойдет на тему «Общее слово». Итак, Леша. На «Общее слово» у нас идет Игорь. Игорь. Прекрасно. У Даниила? У нас пойдет Даша вторая. Даша вторая. Хорошая фамилия у Даши. Игорь против Даши. Вперед! Леша! 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 Итак, «Общее слово» я называю «Три существительных», а вы подбираете к ним «Общее прилагательное», чтобы подходило ко всем трем словам. Итак, внимание. «Шоколад» – источник головы. Да. Горячий. «Горячий шоколад», «Горячие головы», да. Пять очков. Играем. «Характер», «Мешок» и «Рок». Да. «Тишина». «Рок». Три. Две. Одна. Даша. Тяжелый. Тяжелый, конечно. Тяжелый характер у ведущего. Тяжелый мешок с призами. Ну и потом мы сбацаем тяжелый урок. Да-да-да-да-да. Играем. «Газ», «Корабль», «Голландец». Ну. «Летучий». Браво! «Кожа», «Дюжина», «Колесо». «Кожа», «Дюжина», «Колесо». «Мешалый». «Браво!» «Веселые ребята» и «Веселый Роджер», «Пиратский флаг». 55-50. Практически равная игра. Следующий бой. Так и хочется сказать, так громче музыка, игра и победу, потому что раунд у нас, бой у нас музыкальный, но до победы пока еще далековато и одной команде, и второй. Итак, внимание, Алексей, кто у вас остался? Даниил. Даниил. А у Даниила? Пойду я. Да, Даниила, вперед! Внимание. Музыкальный бой. Говорят, помирать так с ней. С музыкой. С музыкой отлично. Ох, как Даниил играет. Внимание. Это самый низкий мужской голос в опере. Да? Бас. Прекрасно играет Даниил. Если исполнять эту музыку дьявола, денег у вас не будет. Тишина, тишина. Свист. Свист, конечно. Свист называли музыкой дьявола. Ну и если говорят, свистишь, денег не будет. Поэтому я и не свищу сейчас. Времена года – это четыре скрипичных концерта Вивальди. А 12 фортепианных пьес с тем же названием у этого русского композитора. Да. Смею предположить, что это Чайковский. Правильно смеете! Вместо русских слов «музыка к фильму» сейчас почему-то говорят это иностранное слово. Да. Это саундтрек. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 65-65. Даниилы сыграли прекрасно, но лучше сыграл Светлогорский. Даниил счет сравнял. Тест игра! Тест игра. Очень такое простое, давно испытанное старшими школьниками, а для вас еще очень и очень далекое централизованное тестирование. Вопрос, варианты ответа. Ставим галочку или просто жмем кнопку и называем вариант. Алексей, кто готов? Даниил. Даниил попытается подарить свой успех, а у Даниила? У нас пойдет Даша первая. Даша первая. Прямо у вас императорский дом. Дарья первая, Дарья вторая, Даниил великий и так далее, и так далее. Итак, вперед игроки! Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Дарья! 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 Итак, внимание. Термины. Эталон. Эталон. Это А. Копия. П. Основа. С. Образец. П. Прошу. Основа. Это не основа, вы не правы. Даниил. Образец. Образец, да, конечно. Эталонный, то есть образцовый. На подборе сработал у нас Даниил. Пять очков он зачисляет себе на счет. Сентиментальный. Это А. Поэтический. Б. Чувствительный. И С. Радостный. Чувствительный. Чувствительный, вы правы, Даша. Экспорт. Это А. Продажа. Б. Вывоз. И С. Торговля. П. Прошу. А. Продажа не согласен. Дарья. Вывоз. Вывоз. Вывоз, конечно, плюс пяточков. Экспортировать это вывозить. Импортировать это вывозить. Поехали. Прогноз. Это А. Погода. А. Б. Донесение. И С. Предсказание. Фальстарт у вас, Даниил. За этим очень строго следит наш электронный судья. Дарья. Вариант Б. Вариант Б. То есть это донесение. Нет. Прогноз погоды. Это предсказание погоды. Прогноз чего-то. Прогноз урожая. Прогноз курса валюты и так далее. Предсказание. Запомните. Теперь вы это знаете. Отсутствие интереса и живого активного участия к окружающему это А. Рациональность, Б. Пассивность и С. Чуткость. Да. Б. Б. Пассивность. Вы правы. 10 очков. И счет 80-80. Очень равная игра. Браво. Переходим к славе игре. Славь игра. Итак, славь игра. Любимое развлечение наших участников. Любимое развлечение наших эрудит пятерочников. Смотришь на экран, видишь буковку, видишь словечко, ну и называешь, что изображено, собственно. А Алексей, кто пойдет? Я. То есть это ваш последний выход, Алексей. А я, честно говоря, хотел вас видеть на риск игре. Ну что ж, посмотрим. Данил, кого отправляете вы? А у нас пойдет Даша вторая. Итак. Леша против Даши. Вперед. Леша! 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 Итак, счет равный. Обычно мы обращаемся первым к тому человеку, за которым, собственно, пока сейчас победа текущая. Вот. Но счет равный. И поэтому мы начнем с той команды, которая первой открыла счет. С красной, со Светлогорской. Итак, Даша, внимание, смотрим на экран, отвечаем обязательно в микрофон. Даша, я играю с вами. Прошу слайд для Даши. Абажур. Абажур плюс 15 очков, великолепно. Легенько так начали. А прошу для Алексея. Букет. Букет из конфет, блестяще! Не думал, что кто-то ответит. А в самом деле букет из конфет вот такие делаются. Плюс 15 очков, великолепно. Продолжаем с Дарьей. Даша, прошу. Буква В. Я не знаю. Как? Вы не знаете? Может... Волосы. Волосы. Дашенька, очень красиво. Женщина. Маленькая шляпка. И вуаль. Очень хорошо. Вот она, вуаль. Очень так таинственно делает. Таинственно делает женщину. Играем дальше. Прошу вас, Алексей. Гимнастка. Прекрасно. 15 очков. Даша, играем. Нужно назвать ее имя. Тишина. Дарина. Как? Дарина. Дарина. Может, Леша помнит. Три, две, одна. А это Леди Ди или принцесса Диана, которая так трагически погибла в автокатастрофе. О, зал всегда умнее, конечно же. Алексей, мы играем с вами. Буква Ж. Имя. Тишина. Жасмин. Жасмин и Заладина на подборе заработала 10 очков. Дарья. И сейчас сможет развить успех. Прошу. Вот Жасмин знаем, а ее нет. Буква З. Леша. Золушка. Золушка. Молодец, Золушка. Нет, не совсем Золушка. Это наша русская Золушка. А зовут ее Забава. Забава. Очень многие героини сказок русских носят это имя. Леша, играем с вами. Ну, не нужно называть его имя, но, скажем так, должность. Император. Император Александр Второй. Прекрасно. Даша, не подкачайте. Прошу. Клад. Прекрасно. И ставит, надеюсь, ставит точку Алексей. Прошу. Лагуна. С ума сойти. В самом деле, круглый залив внутри Атолл называется лагуна. 140-120, чуть-чуть впереди, питомцы Паскаля, 46-я, синие, Гомель. Риск игра. Итак, Светлогорск против Гомеля. Борьба за выход в финал. 140-120. Риск игра. Единственная наша игра со штрафом. Неправильный ответ приносит 20 очков штрафа. Правильный 20 добавляет в командную копилку. Итак, Алексей, кто у вас такой самый смелый, самый сильный и самый решительный? Ну, Игорь. Игорь. Ну, Игорь. Это как-то вот не очень смело. Данила, сам пойдешь. Да, пойду я. Вперед. Вперед, ребята, удачи. Итак, внимание. Итак, внимание. 140-120. Можете жать, можете не жать. Нажимаете правильно, плюс 20. Нажимаете неправильно, минус 20. Играем. Наша Беларусь. Так у нас называют Рождество. Опа. Смею предположить, что это святки. Святки – это период от Рождества до Святого Крещения. Игри, будете жать? Нет. Нет. Это каляды в Беларуси называются. Минус 20 очков у вас. Минус 20. Все цвета радуги. Этот цвет, как говорят эзотерики, сочетает в себе спокойствие синего и энергию красного. Да? Фиолетовый. Браво! 160. В мире животных. Этих коллективных животных один медведь обозвал неправильными. Да? Это пчелы. Неправильные пчелы, да. У вас еще и шанс сравнять, Данил. 160, 120. Два вопроса еще осталось. Общее слово. Девица. Звезда. Море. Армия. Да. Красная. Браво! Великолепно! 160, 140. Решающий вопрос. Отвечает Данил, счет равный. Я знаю, дополнительный. Отвечает Игорь. Все понятно. Музыкальный. Песня Тухманова про этот день написана в ритме танго. Три, две, одна. Итак, в ритме танго. Этот день победы Порохом пропах Победа! Победа была так близка! 160, 140. Как обычно, наши сладкие призы предоставляет командам добрые очень люди, наш постоянный и верный партнер Самомойка на Солнечной. Самомойка, мойка самообслуживание на объездной 4G, сельческого шоссе направо, мимо заправки вниз. Красота! Пылесос, автохимия, разумные цены, ручная автоматическая мойка. Все проверено, все очень качественно. Самомойка на Солнечной. Спасибо вам! Дипломы уже вручены, сувениры нашим гостям вручены. И единственное, что я могу сказать, прекрасно вы играли, блестяще бились, великолепно сражались, очень равная получилась игра, очень красивая. Ну, в финале нас ждет встреча с другими людьми. А вот с кем? tvargomel.by телепрограмма. Набирайте нас, ищите нас, смотрите нас по пятницам на Беларусь 3 без 5, 7. РУД пятерка. Да, кстати, смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ